Мы члены экспертного механизма, представители государств и коренных народов, братья и сёстры. Я приветствую вас. Конечно же, знаете, мне очень печально слышать, что в мире есть столько проблем, связанных с нарушением прав женщин коренных народов, и это очень печально. Сейчас я хочу вас познакомить с опытом работы на той территории, где я живу, и, может быть, для кого-то сейчас случится открытие. Я представляю семейно-родовую общину коренного народа Ханты Вуд-Яван, Домашняя речка. Моя община расположена в Хантамансийском автономном округе Югре, который назван по имени двух коренных народов Ханты и Манси, что является формой их национальной территориальной автономии. Население Югры 2 миллиона человек, а нас коренных народов всего лишь 30 тысяч человек. Ханты и Манси сохранили традиционный образ жизни, тесную связь с землей, сохраняют культуру, систему расселения и жизнеобеспечения. Мой народ – это оленеводы, охотники, рыболовы. Хотела бы также отметить, что наши народы сохраняют и используют свою систему самоуправления и принятия решений. Вместе с тем, несмотря на свою малочисленность, наши народы имеют гарантированное представительство в региональном парламенте в Думе Югры в составе Ассамблеи коренных народов Севера. Примечательно, что этот факт отмечен в исследованиях экспертного механизма в качестве практики, содействующей участию коренных народов в принятии решений по вопросам, которые их затрагивают. И благодарю экспертов за внимание к опыту моего народа, а также за посещение Югры в 2017 году для проведения межсессионного заседания, в рамках которого формировались методы работы экспертного механизма в соответствии с его дополненным мандатом. Уважаемые эксперты, сегодня я выступаю в нескольких качествах. Я вице-президент региональной общественной организации, возглавляю муниципальную общественную организацию коренного народа «Моя земля». Член семейно-родовой общины. Вхожу в состав различных консультативных советов по вопросам коренных народов. Являюсь одним из учредителей фонда «Союз женщин-региональных лидеров». Моя профессиональная деятельность – это работа в театре коренных народов, где актеры ханты, манси, ненцы – это наши коренные народы. Также я пишу музыку, сочиняю и популяризирую культуру моего народа, сохраняю фольклор. Для меня моя творческая деятельность – это способ сохранения и популяризации культуры, традиций и знаний моего народа, а также сфера предпринимательской деятельности. Тема сегодняшней дискуссии мне очень близка. Государство закрепило за моей семьей территорию традиционного природопользования, которая сотни лет является нашими родовыми землями, где ведет хозяйство семейно-родовая община, возглавляемая моей матерью. На этой же территории добывают нефть одна из крупнейших российских компаний. В соответствии с региональным законодательством промышленные компании обязаны согласовывать с нами отдельные вопросы осуществления промышленной деятельности, в том числе места размещения своих объектов, а также выплачивать наше общение компенсации за нанесенные в результате освоения промышленной деятельности убытки. Таких родовых угодий в Югре образовано 570. Мы считаем, что права коренных народов в России и во всем мире в отношениях с промышленными компаниями должны расширяться, а система обеспечения их прав при промышленном освоении требует дальнейшего совершенствования. Безусловно, женщины, дети и некоторые другие социальные группы могут подвергаться дополнительной уязвимости и подвергаться непропорционально более высокому неблагоприятному воздействию проектов развития. Необходимо обеспечивать полноправное участие женщин коренных народов в процессе переговоров и выработки соглашений с промышленными компаниями, а также обеспечивать их равный доступ к компенсациям и распределению благ. Роль женщин в сохранении и передаче традиционных знаний и ценностей, языков, ремесел, воспитании детей зачастую создает непропорционально более высокую нагрузку на женщин. Женщины берут на себя ответственность за самобытование коренных народов, культуру, их идентичность. Все это возглавляет именно на нас, на женщин коренных народов, еще большую ответственность и в том числе на женщин в отношении развития проектов. Несмотря на то, что перед лицом промышленного освоения особо уязвимой социальной группы коренных народов принято считать женщин, в моем регионе именно доля женщин высока среди владельцев родовых угодий. Женщины возглавляют переговорные процессы с промышленными компаниями и определяют приоритеты и исполнение достигнутых договоренностей. К числу приоритетов относится модернизация за счет ресурсов компаний, домохозяйств общин и входящих в них семей коренных народов через предоставление современной техники, средств связи, строительных материалов, оплата дополнительного медицинского обслуживания и получения образования. Одновременно часто именно женщины на уровне общин продвигают позицию о необходимости системного ограничения промышленной деятельности на родовых землях. Это связано с особой ролью и ответственностью женщин, наших народов за сохранение нематериального духовного наследия и родных языков, прочно связанных с нашей землей. В отношении проектов бизнеса, направленных на устойчивое развитие коренных народов, зачастую женщины продвигают приоритеты, связанные с сохранением языков, культуры, ремесел, экологии. При этом отмечается возрастание роли женщин в отношениях и с органами власти, и с промышленными компаниями. В целом, положение женщин коренных народов в России исторически характеризуется важной ролью при ведении хозяйств и принятии решений. Сегодня высока доля женщин среди руководителей общин, общественных объединений коренных народов, руководителей учреждений культуры и образования, депутатов муниципального, регионального и федерального уровня. В этой связи в России обсуждается необходимость создания Всероссийского объединения женщин коренных малочисленных народов. Сейчас я заканчиваю свое выступление и хочу также сказать, что все, что сейчас прозвучало, это взято из личного опыта жизни моей семьи, моей матери, моих сестер, наших женщин. Благодарю за внимание и также далее я хочу подытожить в конце и внести несколько предложений для работы экспертного механизма. Благодарю.